Последние события являются повесткой дня у многих мусульман и немусульман, интересующихся вопросом Палестины и сектора Газа. Идёт уже десятый месяц непрерывного уничтожения палестинцев. Только по официальным данным за это время погибло около 40 тысяч человек, ранено около 100 тысяч человек, и непонятно сколько человек остались погребёнными заживо под обломками разрушенных зданий. Неизвестно, когда всё это закончится, и это приводит к тому, что многие мусульмане теряют надежду и не верят в благой исход. Кроме того, оккупация Палестины и геноцид палестинского народа – не единственная проблема мусульманского мира. У мусульман большие проблемы в Сирии, Судане, Йемене, Ливии, Ираке и других странах. Многие считают, что со смертью лидеров и значимых для Палестины людей мусульмане проиграют эту войну. Однако палестинский вопрос не связан лишь с одним-двумя лидерами. За сто лет оккупации Палестины этот народ потерял десятки своих лидеров, но это никого не остановило. С 1917 года были убиты Амин Аль-Хусайни, Абдул-Кадир Аль-Хусайни, Ясир Арафат и, конечно же, Изуддин Аль-Кассам, досмелуется над ним Аллах. Среди них были те, кто боролся посредством оружия, а были те, кто боролся посредством слова, например, поэт Махмуд Дарвиш, карикатурист Наджи Аль-Али, шейх Ахмад Ясин и другие. Все они умерли, но палестинский вопрос живёт. Он объединяет множество мусульман по всему миру, и многие делают свой вклад для борьбы палестинцев с оккупационными силами. «Станьте частью нашего дауата и получите вознаграждение сада Каджария». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Лучшее деяние – это то, что совершается постоянно, пусть даже оно будет небольшим». Также он сказал, «Кто укажет на добро, то получит такую же награду, как и совершивший это добро. Вы можете сделать пожертвование по ссылке в описании, да воздаст вам Аллах многократно». Некоторые удивляются тому, как долго оккупантам удалось удерживать власть в Палестине в своих руках. Однако в истории Палестины был такой период, когда они находились в оккупации в два раза дольше. Речь идет о завоеваниях крестоносцев, о котором на нашем канале имеется цикл. За 200 лет правления крестоносцев на землях Иерусалима мусульмане потеряли многих своих лидеров. С 1096 года по Григорианскому календарю начался первый крестовый поход. За короткий промежуток времени захватчиками Западной Европы удалось основать на землях мусульман четыре самостоятельных государства – Эдесское княжество, Антиохийское княжество, Графство Триполи и Иерусалимское королевство. Это не было простыми завоеваниями с целью наживы и грабежа. В захваченных землях они пускали корни, приводили свои семьи, родственников и друзей, устраивали свой быт и налаживали дипломатические отношения с соседними государствами. Многие мусульмане в то время также не имели надежды на возвращение Иерусалима и остальных захваченных у них крестоносцами земель. Однако Всевышний Аллах отправил к верующим своих избранных рабов, которым было предопределено прогнать захватчиков с земель мусульман. Одним из таких личностей был Имадуддин Занги, сын сельджукского полководца Аксункура Аль-Хаджиба и основатель династии Зангидов. Блестящий полководец, опытный военачальник, Имадуддин взялся за возвращение отнятых у мусульман земель и в течение 18 лет борьбы против крестоносцев ему удалось отвоевать у них большую часть эдесского княжества. Затем его убили шииты и смейлиты. После смерти Имадуддина Занги его место занял человек более великий. Это был его сын Нур-Уддин Махмуд, который стремился объединить Левант и Египет, изгнав оттуда двух союзников – крестоносцев и шиитов-фатимидов. Он проделал огромную работу и добился великих побед, однако в 1174 году скончался, так и не осуществив свою мечту. Именно Нур-Уддин превратил мусульманский мир в силу, способную победить крестоносцев, а его политический наследник Салахуддин Аля-Юби продолжил его дело. Долгие годы Салахуддин вел борьбу за возвращение мусульманских земель. Он разбил крестоносцев в знаменитой битве при Хаттине, где король Иерусалимского королевства и многие руководители крестоносцев попали в плен. В тот же год ему удалось овладеть большей частью Палестины, Акрой, а затем и самим Иерусалимом. Салахуддин основал государство Аюбидов, которое распалось в первой половине XIII века. Таким образом, не стало двух великих династий – Зангидов и Аюбидов, которые вернули мусульманам множество земель, захваченных у них крестоносцами. После падения этих государств мусульмане считали, что уже ничего не остановит крестоносцев, которые шли в наступлении, но Всевышний Аллах даровал силу другому государству, которому было суждено покончить с княжествами и графствами крестоносцев. Этим государством был султанат Мамлюков. Именно они полностью освободили Палестину и Левант. Наиболее значительные успехи в отражении агрессии монголов Ирана и крестоносцев Запада были достигнуты при султане Бейбарсе, выдающемся полководце. В 1262 году Мамлюки разорили Антиохию. После него другой мамлюкский султан Аль-Мансур Калаун захватил и уничтожил графство Триполи, а его сын Ашраф Халиль уже покончил с остатками сил крестоносцев на землях мусульман, вытеснив их из последних оплотов на побережье Сирии. Таким образом, при мамлюках мусульмане полностью вернули себе отнятые у них земли. И так всегда, как бы ни была испытана община посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах всегда отправляет тех, кто объединяет вокруг себя мусульман и возвращает им величие. Так, с дозволения Аллаха, будет продолжаться до наступления судного дня. Это предрек сам пророк, который изрек, «Не перестанет существовать в моей уме победоносная группа людей, которые никогда не отойдут от истины. Им не повредят те, кто выступят против них, пока не придет веление великого и всемогущего Аллаха». Продолжение следует...